Аминчан бесплатно раздали гаджеты, телефоны, ноутбуки, планшеты. В рамках акции «Техника и добро» получили пенсионеры, многодетные и малообеспеченные. А вот откуда взялись все эти девайсы, знает Ольга Качкурова. Мать-одиночка Ольга Зорина с 12-летним сыном Егором на компьютер копили почти год. Но собрали только половину нужной суммы. Теперь деньги потратят на исполнение другой детской мечты – новый велосипед. Ребенок учится, я работаю, я преподаю. Наполовину накопили, оставили. Сыну говорит, сынок, нам могут подарить. Мама, это чудо какое-то, у меня еще и деньги останутся. Я говорю, купим, значит, что-нибудь другое. Телефоны, ноутбуки и планшеты получили еще десяток амичей. Среди них многодетные семьи, родители детей-инвалидов, малообеспеченные люди и пенсионеры. В прошлом году у нас человек повысил компьютерную грамотность и хочет развиваться дальше. Еще 50 различных устройств раздадут нуждающимся в ближайшее время. Но большинство собранных гаджетов отправят сельским жителям. Телефоны и компьютеры в основном подарили бывшие мечи, сейчас живущие в столице. Например, депутат Госдумы Олег Смолин и лидер омской команды КВН полиграф-полиграфыч Илья Швецов. Организаторы акции «Техника и добро» обещают – устройства в ломбардах не окажутся. Прием заявок на получение дорог мы не ведем через интернет и мы не ведем его массово. Прием заявок осуществляется через комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства. У центров социального обслуживания, у них есть возможность привлечь этих людей, используя их персональные данные, но не передавая их нам. И у них есть возможность верифицировать этих людей, то есть дать какую-то минимальную гарантию того, что эти устройства будут использованы по назначению. Ставшие ненужными, но работающие гаджеты каждая меч может принести в торговый центр фестиваль. Время работы пункта приема организаторы советуют уточнить на сайте акции. Ольга Качкрова, Евгений Слепов. Новости здесь, Омск.